Ещё часа два и так далее. У меня есть три заявки из разных концов. Из США, из Германии. И ещё есть одна заявка нашего уважаемого Юрия Алексеевича. Вот администратора и оператора. Дело в том, что должен я поздравить всех, кто служил в вооружённых силах. Юрий Алексеевич, моряк у нас из морфлота тоже есть здесь люди. Из Германии. Ну ладно, это названный брат мой. Где он, как он, там, чего там. С ним говорили, один из Америки. Тот-зенитовец, декабрист. Так что я отвлекусь от этой афганской темы. С вашего разрешения. Эта песня. Он уехал куда-то вниз, по-моему, да? Ну так вот, ага, хорошо, спасибо. Песня посвящается всем, кто служил на флоте. Называется она «Порт надежды и разлуки». На самом краешке земли, Где чайки месят, мечутся в испуге, Стоят на рейде корабли В порту надежды и разлуки. Команды их на берегу Еще не ведают приказа. И капитанский мостик пуст И мертвой стрелки у компасов. Но выйдет срок, придет посад. Разбудит старых капитанов, Упругов сдует паруса И понесет над океаном И покидая материк Задрай в палубные люки Оставь печаль свою, старик В порту надежды и разлуки И покидая материк Задрай в палубные люки Оставь печаль свою, старик В порту надежды и разлуки Оставь моряк на берегу Земные радости и беды Кто был твой враг, прости врагу Его нападки и наветы Где море с небом пополам Вчера враги, сегодня други За все сполна воздастся нам В порту надежды и разлуки Оставь моряк, ах нет Иные ждут материки И манят светом незнакомым Но всех важнее маяки Что путь указывает к дому Они зовут издалека Лучи раскинув словно руки И ожидают моряка В порту надежды и разлуки Они зовут издалека Лучи раскинув словно руки И ожидают моряк, в порту надежды и разлуки Как стонут чайки за кормой Сулят шторма и непогоду За горизонтом дом родной А горизонт скатился в воду Но если верен наш компас Нас встретят верные подруги В заветный день счастливый час В порту надежды и разлуки Но если верен наш компас Нам встретят верные подруги Заветный день, счастливый час В порту надежды и разлуки Вторая песня не моя Она мне просит, очень нравится Эта песня написана давно Где-то в годах 70-х, 80-х Двумя студентами или аспирантами Ну, археологи в Крыму Они раскапывали там, что осталось от римских легионов И написали песню А мне она почему-то кажется важна Хоть это было там, бог знает, сколько сотен лет назад Шестой легион Римской регулярной армии А? Да-да-да-да Железным его назвали, абсолютно верно 200 лет И сколесил все, что можно Так что вот эта песня А Херон название реки Название реки, что там, Сирия Греция, там чего хочешь Ну, да Там будет снова Квос Эго Переводится по-русски Ну, как у Олега Иду на вы, на ты Идут римские легионеры Эта песня веет чести и преданности Своей великой империи Пусть я паду Под Охероном Пусть кровь моя Досталась псам Орел шестого легиона Орел шестого легиона Все так же рвется К небесам Орел шестого легиона Орел шестого легиона Все так же рвется К небесам Как прежде храбрым И беспечен И, как всегда, неустрашим Пусть век солдата быстро течен Пусть век солдата быстро течен Но вечен Рим Великий Рим Пусть век солдата быстро течен Пусть век солдата быстро течен Но вечен Рим Великий Рим Пусть кровь ладони нам не в тягость, На раны плюй не до того. Пусть даст приказ Тибери Август, Пусть даст приказ Тибери Август, Мы точно выполним его. Пусть даст приказ Тибери Август, Пусть даст приказ Тибери Август, Мы точно выполним его. под палестинским знойным небом сирийских шумных городах предупреждение к вас его предупреждение к вас его заставит дрогнуть дух врага предупреждение к вас его предупреждение к вас его заставит дрогнуть врага в песках иерусалима волнах ефрата закален честь императора и рима честь императора и рима 6 шагает легион честь императора и рима честь императора и рима 6 шагает легион Пусть я погиб под охероном Пусть кровь моя досталась псам Орел шестого легиона, орел шестого легиона Как прежде рвется к небесам Орел шестого легиона, орел шестого легиона Все так же рвется к небесам Спасибо. И эта песня, запрос пришел из Америки. Своей волей и судьбой там оказался зенитовец из тех, кто в 79-м штурмовал Кабул. Не буду называть его имя и фамилию. Я скажу. Долго туда пойдет, через Германию эта песня, но он просил и я должен вспомнить. Виталий его зовут. Виталий. Хотя, может, это не полный ветер, но неважно. Сейчас. Извините. Первые слова забыл. Полночный тост. А, спасибо. Спасибо. Я на вас только и надеялся, когда собернулся сюда. Спасибо. Да нет, забывается просто. Вот уже опять забыл. Да. Да. Этот начинается, наверное, как деменция. Я поднимаю тост за друга старого, с которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было его. Последние патроны сигаретели мы порву, но делили пополам. Одною плащ палаткою согретые мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, куда бы не забросила судьба, я помню, как однажды друга лучшего свела со мной афганская тропа. На старой фотографии любительской еще после атаки не остыв, стоим мы два десантника из Витебской, устало улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлую, свеча горит и тает стерень. Мы в день последний верили с Алешей, тот день пришел, я праздную один. А за окном, начиная тьма колышется, гляжу на фотографию, курю, и мне охривший голос друга слышится, «Живи, а я прикрою, как в бою!» Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив, выпил за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив, выпил за меня. Спасибо. Пока курили, пришла еще заявка. Песня не моя, но веселая песня, в общем-то. Правда, когда замкомандира нашего с Юрием Ивановичем, занального командира, он ее слышал, все пытался расстрелять в магнитофон. Помнишь, Осипова? Жив, здоров. Говорил с ним на медленном. Говорит, что ж, гады, вы даже не знаете, что это за чеквардак, что там было, столько наших положили, а вы тут дурацкие песенки поете. Ну, дурацкая песня. «Синеглазые шурави» называется. Я услышу с кассеты по исполнению Юрия Кирсанова. Кирсанов тоже жив в Донецке, судьей мировым там, на нашей стороне. Как у нас в уедичи квардак Среди женщин шум и квардак Из Кабула к нам пришел отряд Под названием «Кодовым каскад». Каскадеров я пошла смотреть И стояла, скрывшись за мечей. Вдруг гляжу, идет ко мне один Синие глаза и молодой блондин. Лай-лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Вдруг гляжу, идет ко мне один Синие глаза и молодой блондин. Как взглянула я на шурави Так в душе запели соловьи Позабыла стыд и шрят Говорю, пойдем со мной, солдат И пусть ты не обрезанный кофир Только для тебя устрою пир Спать с обою рядом положу И сниму не только паранжу Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Спать с обою рядом положу И сниму не только паранжу Но глядит, уныло шурави Ты меня, красотка, не зови Наш начальник, строгий маршавер Заставляет спать нас в БТР Глупый, неразумный шурави Ты минуты радости лови Знаю я, в горах сидит душман Против русских точит ядоган Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Знаю я, в горах сидит душман Против русских точит ядоган Шурави смеется, не пугай Всех душманов мы отправим в рай На земле афганской будет мир Вот тогда мы и устроим пир Пролетели дни, как листопад И ушел в Кабул отряд каскад А я жду, сгораю от любви Где ж ты, синий глаз и шурави Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай А я жду, сгораю от любви Где ж ты, синий глаз и шурави Скала Сангимора Скала Орлов В переводе Мы там ловили Вон Иванович, что не помнит Там рыбу ловили Высокая Когда-то там шахи выкидывали неверных жен В речку Кокча Прямо оттуда сферу Там метров 10 И бабуруны такие И вообще не выплывешь А мы ловили рыбу То есть рыбу ловили солдаты БТР загнали Сетки сделали Вытаскивали Маринка там всякая другая А мы Малые саперные удочки Большие саперные удочки Гранаты И к ней приматывали Еще шашку толовую Для эффекта Подымалась тучка камней Пыль Рыба кверху пуза Белые солдаты Вычерпывали И мы там потом уху ели Вот Но песня грустная Гонит ветер К листу Как листки Партитур Горы замерли В траурном марше Мы безмолвно Стоим На скале Сангемур Уцелевшие Чествуем павших Мы безмолвно Стоим На скале Сангемур Уцелевшие Чествуем павших Над скалой Сангемур Разгулялись Ветра У подножия Бесец Речка Нас двенадцать Из рейда Вернулась Вчера А троих Приняла к себе Вечность Нас двенадцать Из рейда Вернулась Вчера о троих приняла к себе вечность Разом скинулись к небу стволы АКС Троекратно откликнулось эхо И ушел в облака смертоносный свинец Предназначенный для человека И ушел в облака смертоносный свинец Предназначенный для человека Не вершители зла, не ловцы синекур Мы твои, Одиссеи, Отчизна На скале Сангимур Наша гордая горькая Тризна На скале Сангимур На скале Сангимур Наша гордая горькая Тризна Кто сказал, что Восток вековечен и мудр Здесь хранилище истинной веры На скале Сангимур На скале Сангимур Только камень шершавый и серый На скале Сангимур На скале Сангимур Только камень Шершавый и серый Эта песня называется «Пятнадцать человек» Написал ее между 88 и 89 Между вторым и третьим заездом в Афганистан И потом написал продолжение Так у нас продолжение Пятнадцать человек Нас много или мало Узнаем погодя Когда начнется бой Шагай, солдат, шагай Пока заря не встала Пока качает ночь Звезду над головой Шагай, солдат, шагай Пока заря не встала Пока качает ночь Звезду над головой Короток был приказ Куда еще короче Нам топать предстоит Почти что в Пакистан И выйдя на рубеж К исходу этой ночи С налета захватить С оружием караван Нам копполка сказал Что будут вам награды И тем, кто не дойдет И тем, кто уцелел А замсполит сказал Вы справитесь, ребята Но почему-то сам Идти не захотел И вот четвертый час Утюжим эти скалы Полночи позади И главное успеть А где-то там вдали За синим перевалом Полсотни босмачей Торопятся на смерть Они заплатят нам За взорванные школы За слезы матерей За выжженный кишлак Шагай, солдат, шагай У них настрой веселый А мы им поутру Сыграем отходняк Шагай, солдат, шагай У них настрой веселый А мы им поутру Сыграем отходняк Пятнадцать человек Нас много или мало Узнаем погодя Когда начнется бой Шагай, солдат, шагай Пока заря не встала Пока качает ночь Звезду над головой Шагай, солдат, шагай Пока заря не встала Пока качает ночь Звезду над головой Спасибо Пусковская, да Но не знаю ничего про них Память ей, да Продолжение Наши времена Афганцы вернулись домой Война закончена И... Закончилась война Да здравствует гражданка Героем всех времен Кого-то назовут А ты давай крути Верти свою баранку И жди, когда опять На бойню призовут А те, кто за тебя Судили и рядили Кто за твоей спиной Разваливал страну Заявят, там тебя Напрасно не добили Так вот тебе приказ На новую войну И снова как тогда Полезем мы по скалам И снова как тогда Попробуем успеть А бывший комполка Получит генерала А красный замполит Успеет побелеть Пятнадцать человек Нас много или мало Узнаем погодя Когда начнется бой Шагай, солдат, шагай Пока заря не встала И радуйся, что ты Пока еще живой Шагай, солдат, шагай Пока заря не встала И радуйся, что ты Пока еще живой Это песня У меня есть там такая Для меня называется Письма с фронта Письма с войны Хотя я не очень писал Замы За год шесть писем Ну не люблю я письма писать Ну не герои Пистолярного жанра Там все И туда идет Обратный месяц Приходит с поправками Письмо поступило В разорванном конверте Там что-то замарено Через полк У нас не было Свой номер Росковой части Естественно Здесь в Союзе-то была А там вот А там цензура Мы писали Светлые памяти Товарищ мой Лене Тепляков Он был Командир Ран с нами Были верные Надежные друзья Замечательные ребята Но это Кобальт Это боевые подразделения МВД В Афганистане Он писал письмо Одно другу А другой жене У него было двое детей Маленьких На жене И он перепутал Адреса На конвертах И через месяц Приходит от жены А он писал По-честному все Что да Мы тут в месяц Две дубленки пропиваем Там из первесины И вообще Тут без спирта Никто не летает Ни вертолет Ничего И мы не воюем И жена прислала ему Леня У тебя же две Маленькие дочери Тещи в обмороке валяют Вторую неделю А он И прислала ему Вырезку Того письма Который он отправил Своего друга Помнишь, Юр? Да Так что Значит Бывает же Вот напишет Так что-нибудь Потом сам не рад Нет, это другую песню Значит Это бывает так В отпуск Приезжаешь Да и не в отпуск А приехав с войны Там куда-то С командировки Вернулся Бежишь не туда Куда надо бежать Да А приходишь К совершенно Почти забытому человеку Да Который ты когда-то любил Прошло много времени А потом война А потом Приказ А потом чего-то Ну вот тянет К человеку Называется Здравствуй Это я Песня Человек Который пришел Чтобы просто поглядеть И пару слов Перебросится Он все уже знал Мы все уже написали Там Просто память Всплывает Может быть Самые лучшие годы жизни После войны И он опять улетит Ну вот не важно Улетает Он про песню Здравствуй Это я Прости Без приглашения Но сегодня Пятое февраль Я хотел тебя Поздравить С днем рождения Что давно Не празднуешь А жаль Постоим Немного У двери Я лишь На минуточку Прости Так бывает В жизни У людей Вновь Пересекаются Пути Да я загляну В твои глаза Помнишь Я когда-то В них Тонул Помнишь Как однажды Нам разлуку Нагадал Авиабилет Москва Кабул Столько зим И столько Долгих лет Если год За три Пересчитай Я не осуждаю Что ты Нет Не имею Права Прекать Как живешь Надеюсь Все в порядке Замуж Писали мне Друзья Помнишь Как с тобой В старом парке Прятались Под кленом От дождя Я запомнил Вкус Того Дождя На губах Испуганных Твоих Не смотри Тревожно На меня Я от этих губ Почти от твоих Очень изменился Что же может быть Старит нас Чужая сторона Там живут Не пряжись От судьбы Потому До срока Седина Что тебе Расскажешь О войне И надо ли Рассказывать Сейчас В следующий раз Я все скажу тебе Если будет В следующий раз Счастлива ли ты Вопрос из киноленты Где героев Сводит Хэппи-энд Так в кино А в жизни Произные документы Снова на Кабул Через Ташкент Вон гудит таксист Не может больше ждать Видно Мало дал ему На чай Вот и все Меня Не надо Провожать Я пошел Будь счастлива Прощай А это вот Песня с войны Одна из серий У меня просто Двумят Первая, вторая, третья, четвертая Ну первая песня Значит У меня не было фотографии В ОВС У Игоря Ивановича Там фотографии Висели на стенах А у меня не было Я послал письмо Жене У меня близнецы Маленькие совсем были Еще Вот они Я говорю Пришли в вашу семейную фотографию У меня ничего нет Не на что молиться Вот они Значит Прислали Где-то через месяц Приходят Дети Рыжие Хотя они у меня Жена Рыжая Хотя Хотя они у меня Белые все Русые Сидят А меня смотрят И в письме Один Лешка Прочит Чтобы я земли Присла Посмотреть Какая В письме Какая там Афганистан Земля А другой Конкретно Патронов Мне надо Пришли Ну вот Песня Такая Название Офицерские Жены Офицерская Жена И Леньке Теплякову Командиру Ковальки Желтой Пылью Наши окна Запорожены Третий День Афганист Бродит По горам Я Письмо Тебе Пишу Моя Хорошая Из Провинции Нагорный Подокшан Мне Поют Про горы Грусть Магнитофон Магнитофон А вокруг Столпились Горы Наяву И живу Я здесь Засадами Колоннами Еще Твоими Письмами Живу Где Отмечено Вуставили В Коране Ли Для чего Живет На свете Человек Здесь Сошлись Два века В противостоянии Век Двадцатый И Четырнадцатый Век Здесь Не верю Ни в Аллаха Ни в Иисусу Десять заповедей душу не томят Вся религия моя, головки русые Сыновей, что с фотографией глядят Ни к чему здесь новомодные традиции Все уставы здесь не значат ни черта Пью я водку с подполковником милиции Он милиции московской нечета Пью за дружбу боевую настоящую Пью за то, что он не смотрит с высока Что меня он не ходячего, не зрячего Пять часов тащит по скалам до полка Может быть, мои сумбурные каракули Разбирать ты будешь слезы не тая Только сделай так, родная, чтоб не плакали Письма папины читая, сыновья Только верь, и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена Спасибо Вот еще два письма Здесь без указания он всем женщинам Которые нас любили и ждали Ждали в Союзе, ждали в Афганистане И любили там и там Этот мир без тебя Просто голые скалы От палящего солнца Не спрятаться в тень Здесь душманские буры Стерегут перевалы И в тревожных рассветах Рождается день Здесь душманские буры Стерегут перевалы И в тревожных рассветах Рождается день Этот мир без тебя Перечеркнут ракетой И погибшим друзьям Не закончен счет Здесь измерена жизнь Пулеметной лентой Караванной тропою И чем-то еще Здесь измерена жизнь Пулеметной лентой Караванной тропою И чем-то еще Этот мир без тебя После рейда усталость Недописанных писем Скупые слова Здесь в сердцах Уживаются Ярость и жалость И по-прежнему в душах Надежда жива Здесь в сердцах Уживаются Ярость и жалость И по-прежнему в душах Надежда жива Этот мир без тебя Неизменен и вечен Нернежданных разлук И нечаянных встреч Здесь ремни автоматов Врезаются в плечи И звучит иностранная Странная речь Здесь ремни автомата Врезаются в плечи И звучит иностранная Странная речь Этот мир без тебя Он расколот войною Эхо выстрелов скачет По склонам крутым Этот мир без тебя Все же полон тобою И становишься ближе Далекая ты Этот мир без тебя Все же полон тобою И становишься ближе Далекая ты Эта песня В новогоднюю ночь С Ивановичем праздновали Вертолетчиков Тогда Вадим Бурага был еще жив Многие были еще живы И там я Написал Я не знал И не хотел Мы с Вадимом собирались Вот еще дослужим Немножко поим союз Сядем на машину И поедем вдоль всей границы В том числе Вдоль Афганской По всем республикам У него трагическая судьба Вадим Сгорел Сыну Вадима Вадимовича Мы с Колей Комиссаром Да Были живы Вадима родители Была жена его Жива Нина Красивая очень женщина На два года всего пережила Значит Потом Потом Вадима усыновил Бабкой с дедом Дядя Витя Тетя Саша Потом они умерли Потом Вадим Вадимович поступил В Суворовское училище Окончил Потом военное училище Погиб вместе с молодой женой Разбился на машине Так что От рода Бурага Осталась только Люда Одна А это написано Я ничего не знал Просто так Про вертолетчиков Вот опять Летим мы На задание Режут небо Кромки Лопастей А внизу Земля Афганистания Разлеглась Квадратиках Полей Но не верь Спокойствие Ты вечное Вот уже К тебе Под облака Тянутся Прерывистые Встречные Огненные Трассы ДШК Тянутся Прерывистые Встречные Огненные Трассы ДШК И кому Судьба Какая Выпадет Предсказать Заранее Не берись Нам не всем Ракетой Алой Высветя Право На посадку И на жизнь Нам не всем Ракетой Алой Высветя Право На посадку И на жизнь Ни к чему Гаданье И пророчество И о прошлом Тоже Не жалей Не спастись Порой От одиночества Даже в окружении Друзей Не спастись Порой От одиночества Даже в окружении Друзей Но опять Летим мы На задание Режут небо Кромки Лопастей И опять Земля Афганистания Разыглась Квадратиках Полей И опять Страна Афганистания Разлеглась Квадратиках Полей Еще одно письмо Вот честно Не очень устали Правда Не знаю Там уже Еще одно письмо Ну вы знаете письма Как писали Что все отлично Загораем Там Купаемся Не знаю Бананы Мартышки Попугаи Уазис Там где-то Все прекрасно Писать Ничего Другой Был Нельзя Чтобы Не расстроить Никак Так что Вот такая Песня Жив И здоров Не контужен Не ранен А в остальном Догадайся Сама В Афганистане В Афганистан В Афганистан В Афганистан В Афганистан В Афганистан Не показать Что такое война В Афганистане В Афганистане Правда оплачена Нами сполна Кто-то поднимется Кто-то не встанет Сердце разбив А гранитную тверть В Афганистане В Афганистане Цены иные На жизнь И на смерть В Афганистане В Афганистане Цены иные На жизнь И на смерть В Балхе В Герате Казни В Бадахшане В скалах Саланга В песках Чардары В Афганистане В Афганистане Время не выветрит Наши следы В Афганистане В Афганистане Время не выветрит Наши следы Помнить и ждать Не клянись на Коране Знаю, не веришь ты В эту муру В Афганистане В Афганистане Белое солнце Встает Поутру В Афганистане В Афганистане Белое солнце Встает Поутру Так что жив и здоров Эта песня Называется Вальс 4 года войны Так ее назвал С удивлением Узнал От Ирия Алексеевича Что там 2 года назад Она оказывается Первое место По всей Европе Заняла Чего-то там Где-то как-то А хотя я Не считал ее Самой лучшей Но первый раз Я успел Майские звезды По-моему Год 89 Какой-то был Сразу после Ансамбля После ансамбля Халиловского Который спел Песню Мы уходим Я потом Прочитал Что это песня Халилова Не того Который Паги Халилова На магнитофон Записывал я это все И мы получили По 150 рублей Первые призы И только Много лет спустя В этой песне Я уговаривал Везде Где-то Он говорил Ребята Это Я даже знаю кто По фамилии Кто из глав Пурас Поменял строчки Чем ты Земля Афганистане Нет Чем ты Великая держава Написал там Чем ты Земля Афганистане Чем она виновата Тут даже Мы пришли Но эта песня Мирная Практически Вальч Четвёртого года Войны Ещё никто Никуда не уходил Да никто Даже намёка не был Что куда-нибудь Кто-нибудь Когда-нибудь Выйдет Не слышен Небесом Кружится Снег над крышей Затянут Затянут Старый год Что было В том году Дороги До дороги До скрежет На зубах Горячего песка До новые Друзья До старые Тревоги До мины Под ногой До пули Увеска До новая Друзья До старые Тревоги До мины Под ногой До пули Увеска С гвоздя Гитару Снял Усталый Вертолётчик Настроил Унисон С аккордами Души И добрый Старый Вальс Среди Афганской Ночи И мысли И сердца И звезды И закружил И добрый Старый Вальс Среди Афганской Ночи И мысли И сердца И звезды И закружил Плывёт Качаясь Вальс Над древними Горами Не слушая Войны Не ведая Границ Мы грезим Наяву Любимыми Глазами Пожатием Нежных рук И шорохом Ресниц Мы грезим Наяву Любимыми Глазами Пожатием Нежных рук И шорохом Ресниц Пусть голос Твой Охрип Но нету Звухов Фальши Кончающийся Год И не зарастёт Бульём Играй Пилот Играй О том Что будет Дальше А мы Тебе Сейчас Тихонько Отпоём Играй Пилот Играй О том Что будет Дальше А мы Тебе Сейчас Тихонько Отпоём Ночь Коротка Спят Облака Возле Над модулем Притихшим И под Его Мотив Приходит Новый Год Звучит Случайный Вальс Над модулем Притихшим И под Его Мотив Приходит Новый Год Спасибо Грязь По колену Ну вот Несмотря на эту Грязь По колену Происходило Вот Нечто Такое Дождь Идет В горах Афгана Это Странно Очень Странно Мы Давно Уже Отвыкли От Обилия Воды И Дождю Подставив Лица Все Пытаются Отмыться От Жары Столетней Пыли Серой Пыли И Беды И Дождю Подставив Лица Все Пытаются Отмыться От Жары Столетней Пыли Серой Пыли И Беды Дождь Идет В горах Афгана На Колонны Караваны Словно Суры Из Корана Струйки Тянутся С небес Дождь Стучит По Горным Склонам По Машинам По Погонам И Шипит На Раскаленном Утомленном АКС Дождь Стучит По Горным Склонам По Машинам По Погонам И Шипит На Раскаленном Утомленном АКС Дождь Дождь Идет В горах Афгана Позабытый И Желан Память Светлая О доме Дальнем Доме И Весене И Отплясывают Рьяна Два Безусых Капитана Два Танкиста Из Баглана На Золотанной Броне И Отплясывают Рьяна Два Безусых Капитана Два Танкиста Из Баглана На Золотанной Броне Дождь Идет В горах Афгана Пересохшим Речкам Манна Он Конечно Он Конечно Ни Российский Ни Родной Местный Бог От Взрывов Злея Из Созвездия Водолея На Войну Обрушил Дождик Этот Дождик Проливной Местный Бог От Взрывов Злея Из Созвездия Водолея На Войну Обрушил Дождик Этот Дождик Проливной Дождь Идет В горах Афгана Это странно очень странно давно уже отвыкли от обилия воды и дождю подставив лица все пытаются отмыться от жары столетней пыли серой пыли и беды и дождю подставив лица все пытаются отмыться от жары столетней пыли серой пыли и беды серой пыли и беды серой пыли и беды петь такая у нас ну у нас в канистане смысле там у них где были мы там что вот с точки зрения моей было отсутствие альпийских герей то есть они готовились где-то чего-то поэтому все горные дела все затыкались десантурой поэтому из десанта мало не обижаешь на слову десантура там песни петь вот легендар 345 прошел десантный полк макавея володихе вот он сидит значит там десант 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 его но не уникальные же подает там и род войск выдавая но нужна была горная подготовка что в горной подготовке вооружение экипировка да умение лазать там по скалам как заправские альпинисты но их было мало и готовили где-то там где у нас городом малом количестве поэтому вот эта песня как хотите называйте хотите вода вы хотите спецназ хотите и горные геря хотите альпийские геря в общем песня называется маршрут судьбы когда лезем вверх есть задача есть . куда надо прийти а что там будет неизвестно что в этих самых на востоке области туман горы занавешаны туманом по горам плетется караван нам с тобой идти за караван но пока на базе мы сидим курим в ожидании командира горький военторговский помир у подножья горного помира где маршруток судьбы верстовые столбы укажут дорогу к победе на маршруте судьбы только горы и мы и никто ни за что не в ответе генералу вызван командир уточнят маршруты и задачи а мы сидим глядим на этот мир наш маршрут еще не обозначен вот такая братцы постарай на войне бывают постарай занесло ребят в такую даль где они от роду не бывали где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе на маршруте судьбы только горы и мы и никто ни за что не в ответе вышен озадаченный комбат увеличить требует быкашки орлам что в воздухе кружат с высоты он кажется букашкой орлы добычу стерегут им орлам плевать на вертолеты чьи турбины вскоре заревут и поднимут в небо нашу роту где верстовые судьбы не укажут дорогу к победе на маршруте судьбы только горы и мы и никто ни за что не в ответе а внизу раскинутся поля стеганым лоскутным одеялом скудная но все-таки земля лучше чем снега за перевалом нас вертушки высадят уйдут просвистев натуженной винтами и ребята встанут на маршрут к точке где-то там под облаками где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе на маршруте судьбы только горы и мы и никто ни за что не в ответе на маршруте судьбы только горы и мы и никто ни за что не в ответе спасибо спасибо про горы не знаю повезло не повезло но мы в горы предгорье по миру мы и были на точке сидели 2 столь 2 300 юрий ванч равнина бадахшан сколько там от моря сколько 1400 а дальше по мир там 1400 ну бадахшан файзабад там до бадахшан города там начинается но горы значит там некоторые хорошую погоду некоторые видно они вечном снегу там куда дальше на восток северо-восток туда дальше но это а действительно я помню на фотографии которые сделал видите ладонников раскрасила впечатляет то есть можно выйти на крышу залезть и посмотреть вокруг горы зимой все небе я почти позабыл те бои и походы почему-то забыть не могу как стоят под пирая небесные своды горы в белом снегу горы в белом снегу как стоят под пирая небесные своды горы в белом снегу горы в белом снегу мы карабкались вы как на исповедь к богу прощая грехов и себе не врагу и глядели на нас молчаливо и строго горы в белом снегу горы в белом снегу этот снег штовиками лежат на вершинах где ни троп ни сыскай ни проезжих дорог покорился не танком и бронемашинам только стёртым подошвам солдатский сапог покорился не танком и бронемашинам только стёртым подошвам солдатский сапог и тогда запылали огнём перевалы и от взрывов трещала броня ледников и в жестоком бою нам земли не хватало в этом море огня и холодных снегов и в жестоких боях нам земли не хватало в этом море огня и холодных снегов я немало бродил по морям и по сушам но в чужой стороне на чужом берегу вспоминал почему-то хребты гендукуша горы в белом снегу горы в белом снегу вспоминал от чего-то хребты гендукуша горы в белом снегу горы в белом снегу там в больших городах плещет море людское от потока машин нескончаемый гул закрываю глаза и встают предо мною горы в белом снегу горы в белом снегу закрываю глаза и встают предо мною горы в белом снегу горы в белом снегу Горы в белом снегу, как великое чудо Словно в пене волна замерла на бегу И покуда я жив, никогда не забуду Горы в белом снегу, горы в белом снегу И покуда я жив, никогда не забуду Под Ахшанские горы в желчном снегу Спасибо. Лирические песни деревенские можно спеть? Ностальгические песни. Но я же деревню Власева, и там у меня написано, что я деревенщик Я отставной полковник, деревенщик, и очень люблю свою деревню Там отец мой покоронен, там и меня похоронен Лето кончилось, мы ожидаем, скоро начнется, и начнется все сначала Начнется одно и то же Сугубо мирная песня, про любовь, в общем-то Вот там у нас два тополя стоят, старинные, древние, лет по 200 Раньше, когда народ был много, там шли костры, пели песни, пили водку Там собирались все молодежь Но теперь никто не поет, молодежи нет, молодежь в города убежала Я там почти что ветеран в этой деревне Даже собак уже нет, все, истребились Вот воспоминания Вот и все, и костры погашены Да, деревня называется Власьево Вот и все, и костры погашены Возле власьевских тополей Скрылось лето за дальней пашней И не жалей его, не жалей Все, что было уже вчерашнее И до будущей весны Мастер, что она знает, да? Отшумели романы пляжные Отоснились шальные сны Ах, осенние расставания И, как водится с давних пор Несерьезные обещания Безответственный уговор Остается молчать и хмуриться Сигареты в сердцах дымя А вон она проходит по улице И не твоя уже, и не моя Облака потихоньку катятся Собираются вдалеке День-другой и дожди заладятся И туманы сползут к реке И неспешно собравшись силами Меж осенних холодных звезд Загрунтует зима белилами Этот власийский пестрый холст И неспешно собравшись силами Меж высоких холодных звезд Загрунтует зима белилами Этот власийский пестрый холст Да, спасибо Какая-то песня я забыл Чего-то хотел Так, сколько времени, друзья? 17.43 Последняя песня, я знаю, какую Песня, вы заметили, она отнесена в раздел С чего начинается песня в книге, да? Кто заметил? Батальонная разведка Потому что она посвящена Великой Отечественной войне Моему отцу и фронтовым разведчикам И эта песня написана была в 75-м году Когда я сидел, защищал диплом И ждал, когда допустят меня В конструкторское бюро секретное на работу Вот это я песню написал Потом с ним у нее интересная судьба Кто-то встречался с Верстаком давно Офицерский вальс Решили сделать в штабе ВДВ в Москве Разведуправление Мы с Верстаком пришли туда За батальон Радыск я спел Подходит ко мне Да, какая-то хорошая песня Я помню А он старше меня, полковник, значит Я помню, в кадетке мы ее пели Я так говорю Здорово это все дело Потом кто-то подходит Выбросили там строчки Про языка, про проволоку И говорят Вы про что пишете-то? В Афганистане действительно были? Я действительно был А там нет никакой проволоки А вы были? Был А где вы служили? Вы ничего не знаете про спираль, бруно Про колючку, про эти все Чем вы курят про юны Ну, в общем, юнисты перестали петь Но я спою, как она есть Авторский вариант А на войне, как на войне А нам труднее там вдвойне Едва взойдет над сопками рассвет Мы не прощаемся ни с кем Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег Батальонная разведка Мы без дел скучали редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка, в медсанбате Не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка, в медсанбате Не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой А если так случится вдруг Тебя навек покинет друг Не осуждай его, война тому виной Тебе наш родный старшина Отдаст медали, ордена В разведке, заработанные мной Тебе наш родный старшина Отдаст медали, ордена В разведке, заработанные мной Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка, медсанбати, не тревожься Бога ради Мы до свадьбы доживём ещё с тобой Ты, сестричка, медсанбати, не тревожься Бога ради Мы до свадьбы доживём ещё с тобой Когда закончится война, мы все наденем ордена Гурьбою сядемся за дружеским столом И вспомним тех, кто не дожил Кто не допел, не долюбил Вечерку полную товарищам нальем И мы припомним, как бывало В ночь шагали без привала Рвали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку Как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака Как ходили мы в атаку Как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака Батальонная разведка Мы без дел скучали редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка в медсанбате Не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка в медсанбате Не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Спасибо А эта песня называется «Земляки» Лет 5-6 назад Я ее спел в Коломне на 9 мая Почему в Коломне? Ну, потому что все эти районы Луховицкие и еще другие разделения После войны возникли А Коломна... Батя мой Коломне жизнью обязан Он десантником был Лейтенант Тогда выбрасывали их 28 дугласов И батя с разведчиками Пытались прорвать Вяземский котел, где погибала 33-я армия Ничего не было Ни мин, ни рации Он там 17 декабря 41-го года Он туда прорвался Генералу Ефремова И он до 7-го До 6-го Апреля 82-го года Выглавлял разведку Как он говорит С воспоминаниями Там полками лейтенанты командовали Там уж никого не осталось А когда пытался выйти обратно Его тяжело ранило Его посчитали убитым Ребята его забросили В последний самолет Который уходил И доставили в полевой госпиталь В Коломне Где он пролежал 3 месяца Практически И не хотел никак выздоравливать Пока ему не разрешили курить Но кто-то пришел Я знаю его Борис Фельдсман Полковник медицинской службы В Коломне Лагеря полевые Их отводили В соступающей армии В Коломне он был И когда он пришел Принял лагерь Он Фельдсман Мне уже рассказывал Не знаю жив или нет К нему пришли Говорят Там разведчик говорит Не хочет выздоравливать Никак просит только закурить Он говорит Да и черт Не путь дохнет Дайте ему себе папиросы Приходит Чего говорит А жил 3 месяца А пришла похоронка На него Похоронка пришла Что лейтенант Морозов Там где деревня Там исполняет чего-то Там в этот Пал в неравном бою Еще чего-то такое А он жив был Он настолько был жив А его отправили Потом Он еще тифом Переболел Там успел Отправили его На курсы выстрел Где он там проходил Переподготовку И когда нашли Забавный телеграмм Вот Ольге Алексеевне Спасибо Раскопала в архивах Старых Значит Там был ответ Начальника Военкомат Должен Должен До вашего сведения Что лейтенант Морозов Жив Морозов Жив Здоров И продолжает Здравствовать А за сим Снимите Довольствие По ложной Семье Погибшего Офицера Все Если вы Даете его Но там И денежного пособия Они его не получали Еще А уже сняли То есть повестка Пришла Но в это время Мама его Моя бабушка Была Вот почему Близнецы Откуда первые До года не дожили В эвакуации Дядька Дядька Тетка Не знаю кто был В Офе умерли До года Не дожили В эвакуации А он пришел Батя рассказывает Я говорю Приехал в Москву Сошел С трамвая Захожу Сестра у него осталась Было ей 16 лет Она одна осталась Она пол моет Там туда И торопится Куда-то в госпиталь Он пришел Надя Звонит Надя Привет Она в обморок упала Он ее откачивал У него дважды Приходили похоронки Но нет И вот Коломна Коломне Мой хороший друг Из 260 полка Федор Так что мы земляки Серега И с тобой Это по Коломне Я живу Я вообще выхожу И когда в Коломне Говорю с концерта Я на мой взгляд У нас в России Три столицы Москва Коломна Луховица Ну Луховица Извините Я там живу Значит Ну вот эта петь Называется Она земляки 9 мая Но не помню Обниму я березу руками Припаду к белоснежной коре Я так долго топтал сапогами Пыл и пыль и пепел Пыл и пепел дорог На войне Обниму я березу родную С незажившим Помню Помню Я там О солдате Автомат Запыленный в походах Сняв с плеча, положу на земле, И лицо от холодного пота Я отмою в студеном плече. Я дошел от Москвы до Берлина, Я до Эльбы дошел, атаки не в огне, Прикрывали мне спину Дорогие мои земляки. Там, где мой дом, Там, где мой дом, Скоро веселень Зацветет в палисаде. Там, где мой дом, Там, где мой дом, Понят ли там о солдате? Вот стою на зеленой опушке, Надо мною звенит тишина, Не грохочут ни танки, ни пушки, И закончилась эта война. А за рощей раскинулись дали, С непокрытой стою головой На груди моей пара медалей, Орден славы и шрам пулевой. А за рощей раскинулись дали, С непокрытой стою головой. На груди моей пара медалей, Орден славы и шрам пулевой. А там, где мой дом, Скоро сирене зацветет в палисаде. Там, где мой дом, Там, где мой дом, Помнят ли там о солдате? Там, где мой дом, Там, где мой дом, Я верю, помню, Грустя о солдате. Да, вон уже говорят, что пора заканчивать. Точно, 18-й год. Про Пехтуру. 2-го числа, 51-го педагогина. События на домах. А, да, про Пехтуру. Вообще, честно, последняя петь. Она называется «Мотострелки». Мото-пехота. Называют они сами себя сами. Там, Мото-пехота. Ну, вот это, вот такая песня. Город у нас зовут Мото-пехота. Здесь это товарищи Мура. Мото мы в горах до поворота. А за поворотом Пехтура. Эх, пехота, матушка-пехота. Черт, побрал бы этот поворот. В горы шли, была почти что рота. С горы спустились, встал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка-пехота. Тяжелые погоны на плечах. В бой идем, как будто на работу. Кое-кто вернется в цинкачах. Корабли, а может, самолеты. Куда надо, высадят десант. И если только летная погода, Если не бушует океан. А пехоте, матушке пехоте, На шторма и бураны наплевать, У пехоты нет плохой погоды. Всякая погода, благодать. Ядрена мать, у пехоты нет плохой погоды. Всякая погода, благодать. Так давайте выпьем за пехоту. Гордую владычицу полей За ее нелегкую погоду, За ее стальных мутаконей, За ее нелетную погоду, За ее нелегкую работу, За ее стальных мутаконей. Но, как всегда, выпить не получается. Не получилось. Потому что... А? Да. БМП, взревели по тревоге. Где? Вся водка по усам. Кто-то там нуждается в подмоге. Ну, давай, водила, по газам. Эх, пехота, матушка пехота. Вот опять вся водка по ушам, по усам. Кто-то там нуждается в подмоге. Ну, мотопехота, по газам. Спасибо. Спасибо. Спасибо, пехота. От ползучего. Привет, пехоте. Все, да, ладно. Да. Всем большое спасибо. Просто огромное. Спасибо. Да я живу встречами такими, честно говоря. Спасибо вам. Доброго здоровья. Еще раз с прошедшими праздниками всех. Исключительно женщин наступающим. Восьмым мартом. Здоровья будет. Моя бабка говорила умная. Она вообще была мудрая бабка. Она говорила, что про какое-то... Что баба говорила? Много ночевое. Она говорила про бабье счастье какое-то. Серьезно говорила, без шуток. Это тут бабье счастье. Это мои мужики. Ничего подобного. Это у вас что-то есть такое? Ну, бабушка может простить. Это дореволюционная была. Пусть у вас у всех будет бабье счастье. Не знаю, что это такое. Нам недоступно. Кодовое, наверное, что-то. Но пусть оно у вас будет. Здоровье главное. Любви и мира. Воевать еще, как же раз говорю. Воевать мы на территории нашей не будем ни с кем. Таша скоро сезоночная. Сморковку сажать, картошку. Все на даче, на фазенды. Все вот это вот. Потом воевать. Как я сказал, один мне мудрый еврей. Говорит, зачем? Воевать за то, что можно натурально купить. Если, конечно, деньги есть. Да у мудрых человек же. Он правильно все сказал. Зачем воевать? Люди не воюют. Так что мир будет. Ну, ничего сказать, что Асада мы сдадим, а Украина останется, Юго-Восток останется.